Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео мы с вами начинаем делать такой небольшой цикл, который будет посвящен созданию главного меню. В частности, мы будем здесь больше всего работать с виджетами. То есть, сегодня мы сделаем просто такую какую-то базовую логику, какой-то костяк, да, вот этих наших виджетов, сделаем кнопочки. В следующем видео мы с вами займемся уже визуалом. Ну, в целом, покажу очень много трюков и расскажу вообще, как работать с виджетами. И виджеты, кстати говоря, мы будем делать максимально модульными. Ну, потом, в принципе, вы при просмотре поймете, про что я говорю, и так делать правильно. То есть, виджеты должны быть модульными и не зависящими ни от чего. Почему вообще я начал этот цикл? Потому что я зашел на сайт HeadHunter и увидел, что там в вакансиях, когда требуется разработчик, да, даже какой-то там логики, то требуется еще знание так называемого UMG. То есть, это Unreal Motion Graphic. То есть, ваш потенциальный работодатель будет хотеть, чтобы вы не только рисовали, как там пульки попадают по врагам, а чтобы вы еще могли делать какие-то привязки, кнопок, чтобы вы могли пользоваться UI-интерфейсом и так далее. Ну, соответственно, виджетами. Поэтому давайте, в принципе, мы какие-то такие вот вещи. Я думаю, мы рассмотрим очень многое, даже в пределах вот этой первой части этого видео. Ну, а дальше мы с вами сделаем такой полноценный виджет, где мы будем по нажатию на кнопку Start Game, нажимать, начинать новую игру. Когда мы будем нажимать Options, мы будем настраивать настройки нашей игры. Да, я планирую это сделать, чтобы мы могли настраивать там разрешение экрана, там качество, текстур и так далее. Мультиплеера у нас не будет, это я просто для красоты добавил. Ну, и Quit Game тоже с вами сделаем. То есть, эти все кнопки, они будут у нас потом рабочие, кроме опять же мультиплеера. Насчет Continue вполне возможно, ну, может быть, что-нибудь придумаем. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, знаю, что многие смотрят видео без подписки, потому что видео я выпускаю довольно регулярно и считаю, что они полезные. Поэтому, чтобы не пропускать видео и развиваться в движке, то не забывайте подписываться. Также напомню, что у меня есть закрытый Telegram чат, то есть за любой ваш донат, абсолютно любую сумму на Boosty, я вам присылаю ссылку приглашения в этот чат и доступ навсегда. Ну, а если вы хотите еще два дополнительных видео урока в месяц от меня, которых не будет на YouTube, в том числе получить доступ к другим видео урокам, то в таком случае вы можете оформить ежемесячную подписку на Boosty. В общем-то, все ссылки внизу в описании. Давайте начинать. Итак, в первую очередь нам нужно скачать саму карту. Не переживайте, карта скачается без всяких проблем, не надо никакие Яндекс.Диски заходить, еще что-то. Мы пойдем по самому простому пути. Соответственно, как это делается? Здесь вот в лаунчере Epic Games, заходите в него, есть такая вещь, как образцы. Ну, может, если у вас по-английски, там samples будет написано. Здесь различные там игры, да, образы игр, которые Unreal предоставляет. Так, потыкать, пощупать, какую-то логику посмотреть. В том числе, здесь есть еще и карты. Поэтому давайте найдем карту, с которой мы будем работать. И вот она называется, вот она, Elemental Demo. Нажимаете на нее. Эта карта у вас есть, она никуда у вас не пропадет. Она здесь с 2020 года, и нет никаких предпосылок, что она отсюда пропадет в ближайшее время. Итак, дальше вы просто нажимаете новый проект, и здесь смотрите, выберите версию движка. Здесь написано 4.24. Выбираете самый последний 4.9, даже если он у вас там подсвечивает красным, выбрать неверный движок и так далее. Вообще разницы никакой нет. Нажимаете создать, и в принципе все. Я этого делать не буду, я нажму не создавать. Вы, естественно, создайте. Все, после того, как у вас здесь все загрузится, это ориентировочно 4 гигабайта, открываете ваш проект. Итак, проект мы с вами открыли. Здесь сразу какие-то ошибки выскакивают. Нам это все ничего не нужно. Мы потом это все удалим, поэтому нажимаем здесь крестик. Если здесь еще что-то внизу, то также нажимаете no и так далее. То есть все здесь просто берете и отменяете. Если у вас здесь он будет сейчас компилировать шейдеры, то здесь как Compile Shaders, то дождитесь, чтобы шейдеры у вас все прогрузились. И после этого можно будет приступать, соответственно, к созданию нашего главного меню. После того, как шейдеры у вас компилировали, здесь в графе Outliner, если у вас нету вдруг, заходите в Windows, здесь Outliner и нажимаете сюда. В Outliner я бы хотел вообще все камеры удалить, поэтому я прописываю здесь Cam, камера, и в принципе удаляю здесь абсолютно все. Беру и Delete. Потому что здесь уже какая-то сцена собрана, уже какие-то камеры есть, мне этого не нужно. Дальше. Нажимаем сюда, прописываем здесь камера, и прописываем камера Actor. Вот у нас наша камера появляется. Давайте сразу же, кстати говоря, ее переименуем. Вот у нас камера Actor. Давайте назовем это Main Menu Camera. Отлично. Дальше. Смотрите. Нам нужно теперь эту камеру поставить, так сказать, под нужным углом, в нужное место, и т.д., и т.п. Как этого делать не нужно? Смотрите. Вот берем, и вот так вот двигаем. То есть, вот это вот так вот делать не нужно. Крутить или еще что-то. Есть способ намного элегантней и лучше. Смотрите. Переходим вот сюда, вот в перспективу. И здесь есть такая вещь, как Placed Cameras. Нажимаем Main Menu Camera. Нажимаем. И теперь я, держа правой кнопкой мыши, ну, во-первых, да, смотрите, здесь тут написано такая Pilot Actor. То есть, мы сейчас этой камерой летаем. Я правой кнопкой мыши зажимаю, и V, A, S, D летаю. То есть, камера у нас меняется. Поэтому давайте, ну, я имею в виду положение камеры. Поэтому давайте поставим это куда-нибудь вот сюда, ориентировочно. И, кстати говоря, есть еще момент, который я бы хотел убрать. Сейчас, буквально секунду. Как вы видите, у нас здесь всякие какие-то, какое-то направление ветра, там, солнце, лампочки какие-то, такие иконочки, вот эти линии всякие. Они нам в данном, в данном процессе, они нам сейчас мешают. Поэтому, чтобы их убрать, нажимаете G. Нажали. Все. У нас сцена абсолютно чистая. Без всяких там каких-то иконок и прочее, прочее. Поэтому давайте камеру я выставлю как-нибудь так, чтобы это выглядело очень так интересно. Давайте вот так вот поставим. Если что, потом можем ее изменить. Все. Оставляю таким образом. Дальше. Здесь я нажимаю вот сюда. Stop Piloting. Все. После того, как мы перестали пилотировать, давайте буквально на секунду мы с вами вот нажмем G, чтобы отобразить эти всякие элементы, чтобы видеть вообще, где наша камера находится. Вот она. Вот она наша камера. Теперь я хочу сделать следующее. Я не хочу, чтобы в случае чего я каким-то случайным образом камеру подвинул, повернул или еще что-то. Потому что, ну, мало ли что, я там стыкнул на нее случайно и т.д. и т.п. Поэтому, как это делается? Смотрите, нажимаем на main menu камера, правая кнопка мыши, transform, и здесь lock, actor, movement. Нажимаем. Все. Мы теперь двигать никаким образом не можем. То, что мне, в принципе, необходимо. Чтобы я, в случае чего, случайно, так сказать, здесь не накосячил. Все. После этого, как камера у нас выставлена, давайте нажмем еще раз G и уберем все, что не относится к нашему игровому уровню. Все эти линии и т.д. В принципе, все. Теперь нам нужно следующее. Нам нужно, смотрите, если мы сейчас нажмем play, неизвестно, что произойдет. Так, тут смотрите, во-первых, какие-то ошибки. Давайте нажмем вот сюда. Давайте нажмем сюда. Так, здесь есть какие-то ошибки. Давайте мы их с вами удалим. Просто возьмем вот это дело и удаляем. Нам это не нужно. Сразу, кстати говоря, заранее скажу, что вот это тоже у нас будет ошибкой в будущем, поэтому это мы удалим. Это, в принципе, lights нам тоже не нужен. В принципе, оно здесь и не работает. Все. Оставляем таким образом, компилируем, сохраняем, выходим и давайте еще раз запустим. Нажимаем play и я появляюсь непонятно где. Поэтому, чтобы нам с самого начала смотреть на через нашу камеру, нам нужно сделать следующее. Мы с вами переходим в уровень блюпринта. Давайте, кстати говоря, это main menu камера. Я просто сейчас что-нибудь в другое место тыкну, неважно где, чтобы вот это вот байду большую убрать на моем вьюпорте. Поэтому давайте переходим в уровень, нажимаем вот сюда и нажимаем здесь open level blueprint. Нажимаем. И здесь нам нужно с самого начала, то есть event begin play, давайте этот комментарий удалим, на event begin play нам нужно запускать сразу же камеру, ну, сразу же, чтобы мы видели из нашей камеры. поэтому делается следующим образом. Правая кнопка мыши, get player controller прописываем, дальше прописываем здесь set view target with blend. Нажимаем, это вставляем вот сюда и нам нужно здесь указать, через какую камеру мы будем смотреть. Давайте вот это elemental мы возьмем, подсунем это вот сюда, снова ищем здесь main menu камера, просто в аутланере, нажимаем на нее, переходим сюда, правая кнопка мыши, create a reference to main menu камера. Вот она появляется, засовываем теперь это вот сюда. Компилируем, сохраняем и теперь смотрите, что у нас будет получаться. Я нажимаю play и все, и мы видим, что у нас ну, мы видим сразу же с самого начала игры через камеру. Следующее, что я бы хотел сделать еще, такой один важный нюанс, смотрите, перейдите в edit, project settings, перейдите в maps and modes, убедитесь, что здесь editor startup map и получается game default map у вас стоят вот эти вот карты, потому что если вдруг у вас какие-то другие карты стоят, может быть вы какой-то свой делаете, свое главное меню делаете, то если вы выйдете из движка и вернетесь обратно в движок, то непонятно, какая карта у вас загрузится. Кстати говоря, я предлагаю эту карту переименовать, поэтому давайте я нажимаю вот сюда, элемент, я просто меняю на main menu, здесь нажимаю окей, ничего страшного здесь не произойдет, ждем, все, теперь мы видим, что это главное меню называется, отлично, итак, теперь давайте с вами будем создавать виджет, поэтому переходим с вами, давайте в папку content, правая кнопка мыши, new folder, и называем это, давайте так вот, main menu, заходим сюда, давайте, правая кнопка мыши, и здесь, на самом деле, как я и сказал в своем начале, виджет у нас будет модульным, то есть мы какие-то отдельные элементы можем, сможем редактировать, и добавлять, удалять, ну, так сказать, когда нам это нужно, без того, чтобы что-то там ковырять в основном виджете, или еще что-то, в общем-то, в процессе этого такого мини-курса, вы поймете, о чем я говорю, и поймете все преимущества, даже, в принципе, в этом видео я вам покажу преимущества модульности, и так, давайте сначала мы нажмем сюда new folder, и просто нажмем, назовем это UI elements, давайте вот так вот через подчеркивание UI подчеркивание elements, да, отлично, то есть здесь мы будем хранить различные элементы, которые мы будем ссувать в наш основной UI, виджет получается, поэтому, чтобы нам создать новый виджет, мы делаем следующим образом, правая кнопка мыши, user interface, widget blueprint, user widget нажимаем, и соблюдаем правила написания, VBP, это правильно, то есть, если вы зайдете на документацию Unreal, то там будет все написано, хотя некоторые челики, я знаю, что любят в своих видео меня получить, сами не читая документацию, и так, VBP, и получается, прописываем здесь main menu, все, главное меню у нас создано, и так, дальше переходим в UI elements, правая кнопка мыши, создаем еще один новый UI, user interface, widget blueprint, user widget, и давайте назовем это VBP title name, здесь, в принципе, это простой виджет, здесь у нас пока что будет находиться только название нашей игры, поэтому здесь просто прописываем текст и закидываем сюда, то есть потом в дальнейшем, возможно, мы что-то поменяем, что-то добавим, сейчас мы просто собираем такой как бы костяк, и получается текст блок, давайте здесь нажмем сюда, и давайте пропишем название нашей игры, я пропишу это moon and fire, что-то типа такого, компилирую, сохраняю, перехожу теперь в главный мой виджет, VBP main menu, нажимаем сюда, здесь смотрите, нам нужна такая вещь как canvas, то есть canvas это такая вещь, давайте я сейчас пропишу и объясню, что это такое, canvas, засовываем это прямо вот сюда закидываем, у нас появляется такая вот рамка, то есть преимущество вообще canvas panel это такая вещь, которая позволяет нам гибко позиционировать какие-либо элементы виджета, то есть давайте я буквально вот на примере скажу, смотрите, у меня вот виджет сейчас вот такой вот, допустим, что моя игра будет запускаться на каком-нибудь я не знаю, широкоформатном мониторе, либо там на совсем каком-то доисторическом там маленьком мониторе, и вот это вот canvas panel позволяет организовывать элементы виджета таким образом, что эти элементы будут подстраиваться под соответственно различный экран, под различные экраны, где это все будет запускаться, это в принципе основное для чего canvas panel и служит, да, там есть еще некоторые нюансы, да, то что в целом просто canvas panel позволяет на ней размещать какие-либо элементы виджета, ну это как бы понятно, логично, но тем не менее нужно проговорить, поэтому canvas panel обязательно сюда добавляем, теперь давайте мы с вами здесь, так как мы создали с вами vbp title name, мы теперь вот этот виджет можем вызвать, то есть это находится у нас в user create, здесь есть vbp title name, все, то есть мы можем таким вот образом засунуть сюда название, засовываем, и вот у нас moon and fire, и давайте здесь size to content нажмем, то есть чтобы вот эта вот зеленая рамка она у нас была, ну растягивалась по контенту, я кстати говоря здесь не обратил внимания, вот кстати говоря можем зайти в title name, и я здесь допустил ошибку в названии, поэтому мы здесь не f, l, а fire, да, таким вот образом, и здесь получается если мы, давайте здесь компилируем, сохраним, перейдем сюда, и здесь тоже все это поменяем, поменяется, и давайте мы вот этот элемент виджета просто перетащим куда-нибудь вот сюда, где-нибудь вот в эту точку, и кстати говоря якорь давайте поставим вот сюда, то есть в этот момент, то есть относительно вот этого якоря у нас будет размещаться вот этот наш, наш этот элемент виджета, давайте я сделаю шрифт чуть побольше, поэтому перехожу в bbp title name, и давайте выбираю здесь текст, и получается перехожу в фонд, и давайте size поставим, ну допустим 82, 82, компилируем, сохраняем, вот в size, переходим сюда, и вот мы видим, да, что у нас уже здесь что-то поменялось, давайте вот это сюда поставим, то есть потом может быть мы что-то еще добавим здесь, ну не может быть, мы в любом случае будем заниматься здесь визуалом, имейте ввиду, да, что вот этот якорь, он показывает нам, то есть относительно этого якоря у нас будет отображаться этот элемент виджета, то есть потом если вы запустите вот этот вот проект на другом мониторе, то вот этот якорь, он будет как бы размещаться в новом экране, на новом мониторе, да, на каком-либо другом, и вот этот якорь будет свидетельствовать о том, где этот виджет нужно располагать, то есть мы видим, что виджет наш находится здесь. Теперь давайте с вами создадим кнопки, давайте здесь компилируем, сохраним, перейдем с вами в UI Elements, правая кнопка мыши, User Interface, Widget Blueprint, User Widget, и давайте VBP, Buttons, назовем, VBP Buttons, переходим сюда, и смотрите, сейчас нам нужно размещать различные кнопки, то есть давайте сейчас здесь покажу, то есть новая игра, продолжить, мультиплеер, настройки, выход из игры, вот, соответственно, вот так вот располагать элементы виджета, как мы сейчас расположили текст, особенно когда нам важна, так сказать, какая-то иерархия, чтобы все было ровненько, то вот так вот просто накидывать текст, как это мы сделали сейчас названием игры, так не совсем корректно, не совсем правильно, поэтому мы будем использовать такую вещь, переходим в VBP Buttons, как Rap Box, то есть такая вот как бы оберточная коробка, что ли, вот если я правильно назвал на русский, давайте прописываем здесь, здесь где палет, в Rap Box, засовываем это теперь вот сюда, и как это работает, сейчас я вам покажу, вы в принципе поймете, смотрите, давайте здесь пропишем Button, засунем это вот сюда, дальше сюда засовываем текст, прописываем текст, и закидываем это вот сюда, все, вот у нас появилась такая вот кнопка, сейчас нам здесь в принципе этот Rap Box, он нам особо сейчас не интересует, то есть он нам понадобится потом в дальнейшем, вы поймете, что это такое, и смотрите, как я и говорю, мне нужна модульность, то есть я не хочу там создавать кучу каких-то элементов, там что-то прописывать, каждый заходить и так далее, то есть я хочу сделать все максимально гибко, как я этого достигну, смотрите, ну допустим, вот мы можем зайти здесь в текст и прописать, давайте пусть будет Continue, да, продолжить игру, то есть прописали Continue, теперь если я допустим хочу еще Button, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, то есть кстати говоря, видите, да, как в Rap Box, он у нас вот размещается, то есть это вот, он размещается ровно, я вот так вот не хочу, то есть мне надо заходить в каждую кнопку, мне надо менять название, здесь тоже заходить, здесь менять название, там какое-нибудь вот такое, мне это не нужно, поэтому давайте, я вот это вот возьму, удалю, это тоже возьму, удалю, Button 26, давайте дадим какое-то осмысленное название, просто назовем это Main Button, Text, тоже Main Text Button, поэтому мне нужна модульность, как я ее достигну, я нажму сюда, вот Main Text Button, обязательно, это очень важно, нажимаем здесь Is Variable, нажимаем, и все, теперь у нас эта вот штука, она стала переменной, мы потом можем эту переменную, соответственно, редактировать, поэтому дальше, переходим с вами в Graph, здесь Event Preconstruct, то есть это до создания нашего виджета, мы сейчас будем здесь задавать логику, поэтому мы берем с вами вот этот Main Text Button, кидаем сюда, Get, и здесь прописываем такую вещь, как Set Text, и выбираем обязательно вот это вот, Set Text, Text, вот таким образом, просовываю теперь это вот сюда, вы сейчас поймете, для чего мы это все делаем, дальше, я создаю новую переменную, где Variables, нажимаю плюс, и прописываю здесь Button Text, дальше, нажимаю сюда, и ставлю это, как текст, Ставлю сюда, дальше Button Text, кидаю здесь, компилирую, сохраняю, и здесь, смотрите, есть важная вещь, я хочу, чтобы вот эта кнопка, ну, давайте я вам сейчас на примере покажу, вы поймете, про что я говорю, переходим в VBP, Main Menu, и здесь вызываем такую вещь, как Grid Panel, то есть это сетка, вызываем, и ставим ее куда-нибудь вот сюда, дальше, я беру вот это Grid Panel, я ее вот так вот расширяю каким-нибудь образом, как мне это нужно, и давайте поставим это вот сюда, давайте якорь, привязку мы вот это нажмем и нажмем вот сюда, дальше я хочу, чтобы мои элементы виджета, они шли вертикальным образом, поэтому я здесь беру, прописываю такую вещь, как Vertical Box, кидаю ее именно на Grid Panel, и смотрите, теперь мне вот в этот Vertical Box нужно закинуть мои вот эти кнопки, прописываю здесь VBP Buttons, кидаю их, прям накидываю вот сюда, вот он, VBP Buttons, и теперь смотрите, у нас здесь вообще пусто, что я бы хотел сделать, я бы хотел сделать таким образом, чтобы мы задавали текст для нашего виджета где-нибудь здесь, то есть не бегать постоянно из виджета в виджет, а чтобы здесь можно было задавать текст, и получается, давайте это мы сейчас и сделаем, решается это все довольно-таки просто, смотрите, переходим в VBP Buttons, здесь нажимаем Button Text, и здесь Instance Editable, обязательно ставим галочку, компилируем, сохраняем, переходим в VBP Main Menu, и теперь видите, Default Button Text, я могу здесь прописать, допустим, Continue, и мы видим, что вот этот текст у нас здесь появился, мне в принципе это и нужно было, давайте скомпилируем, сохраним, дальше, в чем преимущество вот этого вот Grid Panel, смотрите, я сейчас нажимаю здесь Ctrl D, и мы видим, что оно у нас, ну вообще Grid Panel и Vertical Box, то что оно у нас теперь идет таким вот образом вертикально, да, и теперь я могу здесь, где VBP Buttons, нажать, допустим, вот на вторую вот это нажать, Buttons 1, нажать здесь, New, ну давайте так, Start, New Game, и смотрите, вот в чем вообще преимущество вот этого вот, в RepBox, которое мы создали вот в этом виджете, потому что я могу теперь здесь прописывать, допустим, какие-то длинные тексты, и мы видим, что вот эта кнопка, VBP Buttons, да, вот она, вот эта вот кнопка, она растягивается вслед за, получается, вот этим вот текстом, то есть если текст будет маленький, допустим, там единичка, то мы видим, что кнопочка у нас стала такой вот маленькой, вот, поэтому мы здесь прописываем Start New Game, отлично, дальше, Ctrl D, дальше, что я бы здесь, как бы я хотел это назвать, давайте назовем это Multi Player, дальше, Ctrl D, давайте это назовем Options, то есть обратите внимание, из-за того, что я включил Instance Editable, мне не нужно постоянно заходить в тот виджет и что-то там делать, у меня все готово здесь, дальше, снова Ctrl D, и пусть будет называться это у нас Quit Game, таким образом, то есть, еще раз, преимущество того, что мы здесь эти кнопки закинули в Wrap Box, в том, что вот эта кнопка, она теперь расширяется в зависимости от нашего текста, все, в принципе, это хорошо, на самом деле, здесь, кстати говоря, я бы еще на всякий случай сделал следующее, давайте перейдем здесь в Graph, Button Text, и здесь я бы включил еще Expose on Spawn, то есть, я хочу в будущем, если возможно, мы будем этот виджет где-то спавнить, а скорее всего, мы будем это делать, чтобы мы сразу же при спавне этого виджета, когда мы будем его создавать, чтобы мы сразу в эту переменную могли задавать какие-либо значения, то есть, потом я вам, в принципе, про это покажу, поэтому давайте пока так оставим, компилируем, сохраняем, переходим в Main Menu, и все, в общем-то, у нас есть вот эти вот все кнопочки, и так, теперь давайте вот эти кнопки более осмысленно назовем, давайте здесь вот это вот назовем Continue, это получается Start New Game, это у нас мультиплеер, то есть виджеты, на самом деле, элементов виджета, их бывает очень много, их главное правильно называть, дальше, потом Options, и Quit Game, и смотрите, вот для чего мы создали Grid Panel, для того, чтобы в случае, если мы будем потом в дальнейшем какие-то сюда добавлять элементы, вот в рамках вот этой рамки, как бы это ни звучало, то мы сможем потом с помощью вот этой панели грамотно организовывать виджеты, но вопрос, зачем мы упаковали все в Vertical Box, смотрите, так как у нас все вот этот элемент в Vertical Box, мы можем делать следующее, допустим, мы можем нажать сюда мультиплеер, и здесь вот эти стрелочки есть, допустим, я могу нажать на эти стрелки, и мы видим, что теперь мультиплеер у нас вверху, дальше, куда-нибудь вот сюда, делаем мультиплеер, уже у нас здесь находится, то есть таким вот образом мы можем менять элементы виджета, то есть их точнее расположение, и здесь они также расположены, единственное, что давайте все-таки я, вот эти вот кнопки, я сделаю их побольше, поэтому перехожу в WBP Buttons, Designer, Main Text Button, давайте здесь просто для вида какой-нибудь текст создадим, Continue, опять же, то, что мы здесь создали, оно здесь никак не изменится, Continue, и давайте Size поставим, ну, ориентировочно, вот давайте, пусть будет, пусть будет 100, компилирую, сохраняю, тут ничего страшного, сейчас слетел, давайте переходим теперь сюда, и видим, да, что наш шрифт поменялся, давайте вот этот Moon and Fire, мы его поставим к нам повыше, а вот это, получается, сейчас возьмем Grid Panel, и перетащим это дело куда-нибудь вот сюда, и Grid Panel, давайте также мы его с вами расширим, кстати говоря, Grid Panel, можем нажать здесь Size 2 Content, пока что, чтобы вот это Grid Panel, у нас он расширился до контента, который он содержит, давайте вот таким вот образом сделаем, скомпилируем, сохраним, и смотрите, здесь есть такая вот небольшая ошибка, которую я допустил, смотрите, дело в том, то, что вот так вот просто в тупую размещать элементы виджета, как вот этот текст, на самом деле, это не совсем правильно, почему, потому что у нас сейчас вот этот VBP Title Name, он у нас прикреплен чисто к нашей Canvas Panel, то есть модульность у нас здесь какая-либо пропадает, как нам добавить более такой вот гибкости, здесь пропишите Overlay, кидайте теперь вот этот Overlay вот сюда, вот он Overlay, и вот этот VBP Title Name закидывайте его именно на Overlay, то есть что такое Overlay вообще, из чего он состоит, давайте здесь вот, кстати говоря, нажмем Overlay и нажмем Size to Content, чтобы он также вот здесь вот растянулся, то есть Overlay это такой как бы слой, который накладывается поверх другого слоя виджета, то есть для чего это нужно, если я захочу потом, а я скорее всего буду к вот этому названию игры, что-то туда еще докидывать, какие-то элементы виджета, да, или еще что-то, то мне нужен слой, один слой Overlay, который будет, вот я буду его отключать, один слой, и допустим, все остальные элементы виджета, если их там будет хотя бы там 20-30, там неважно, они будут также скрываться, и получается, можно вот этот Overlay, его можно двигать, там и так далее, и тому подобное, то есть с помощью вот этого вот Overlay, мы к нему цепляем различные элементы виджета, и только работая с Overlay, все остальные элементы виджета, они также будут подстраиваться под этот Overlay, так как у нас было изначально, просто VBP Title Name у нас был прикреплен Canvas Panel, то такого как бы удовольствия я был бы лишен, то есть мне нужно было бы в таком случае Canvas Panel постоянно там двигать, еще что-то придумывать, у нас бы сбивалось вообще абсолютно все, потому что Canvas Panel это, ну, можно сказать, база здесь для всего, вот, поэтому берем здесь, выделяем Overlay, и давайте название игры, давайте кто-нибудь сюда под прицепим, ничего страшного, думаю, не произойдет, все, компилируем, сохраняем, и теперь давайте с вами этот виджет будем вызывать, поэтому переходим с вами, давайте это в принципе закроем, это тоже закроем, тоже закроем, переходим с вами в Main Menu Map, если вы забыли, где это, это получается сюда, и Open Level Blueprint, и давайте здесь с вами создадим новую функцию, которая будет отвечать за инициализацию нашего виджета, где Function нажимаем плюс и называем ее Initialize Widget, дальше здесь прописываем Create Widget, дальше, класс, выбираем здесь VBP, Main Menu, основной наш виджет, дальше, добавляем это вот сюда, делаем Promote to Variable, не Local, а просто Variable, так, и давайте назовем это VBP, VBP Main Menu, и теперь нам нужно добавить его во Viewport, давайте, Add to Viewport, и на самом деле признаком такого хорошего тона является здесь добавлять Return Node, добавляем это вот сюда, все, компилируем, сохраняем, переходим теперь с вами в Event Graph, и вот эту функцию Initialize Widget мы засовываем теперь ее вот сюда, все таким образом, компилируем, сохраняем, переходим в главную игру, нажимаем, точнее на главный экран, нажимаем Play, и мы видим, что у нас происходит, то есть мы видим, что у нас какое-то там название вдалеке, да, и так далее, но у нас какая-то есть проблема, если я сейчас нажму мышкой, то мы видим, что мышка у нас пропадает, и элементы виджета мы не можем выбрать, поэтому давайте это дело мы с вами сейчас исправим, поэтому переходим в Main Menu, переходим в функцию Initialize Widget, и здесь нам нужно сначала сделать таким образом, чтобы при запуске игры у нас сразу же был активным наш виджет, поэтому давайте правой кнопкой мыши, и здесь прописываем Get Player Controller, и здесь прописываем, получается Set UI, как-то так, вот, Set Input Mode UI Only, засовываем это вот сюда, это вот сюда, и вот сюда вот переменную, переменную виджет, который должен быть в фокусе, берем вот эту переменную, засовываем вот сюда, компилируем, сохраняем, и теперь переходим в игру, и смотрим, да, у нас теперь виджет наш сразу же активный, мы это все видим, но проблема в чем? Проблема в том, что мы не видим нашего курсора, давайте курсор сделаем, переходим снова сюда, и здесь Get Player Controller, здесь прописываем Set Show Mouse Курсор, это просовываем вот сюда, галочку здесь обязательно ставим, давайте здесь двойным щелчком, Control, тащим это вот сюда, это вот сюда, компилируем, сохраняем, переходим в игру, и все, и мы видим, что у нас курсор есть, и мы можем нажимать на вот эти вот кнопки, единственное, что я бы сейчас сделал, я бы все-таки уменьшил размер кнопок, потому что они уже даже у нас как-то за экран у нас как-то вылезают, да, и соответственно, я бы еще, ну, вот это вот название, Moon and Fire, я бы его тоже как-нибудь позиционировал бы пониже, и добавил бы хоть какой-нибудь такой тени, чтобы мы, обводки точнее, чтобы мы хотя бы название это видели, поэтому переходим с вами, UI Elements, Title Name, получается Moon and Fire, давайте я этот текст выбираю, здесь Outline Settings, давайте я здесь поставлю, ну, давайте 26, пусть будет 26 пока что, и в принципе все, ну, тут можно цвет, естественно, менять, если вы хотите, вот, но я думаю 26 нам подойдет, потом мы в любом случае шрифт этот будем менять, все, компилируем, сохраняем, переходим теперь с вами в VBP Buttons, и давайте вот этот VBP Buttons, мы текст чуть-чуть, точнее, шрифт кнопок мы уменьшим, давайте нажимаем сюда, Size пусть будет там 60, компилируем, сохраняем, переходим теперь в основной наш виджет, в VBP Main Menu, ну, в принципе, да, вот таким вот образом, берем теперь Grid Panel, давайте его куда-нибудь вот сюда вот перетащим, дальше выбираем Overlay, как я и сказал, Overlay, и мы теперь можем, двигая Overlay, менять вслед, и вот это Title Name, можем вот как-нибудь вот так вот поставить, компилируем, сохраняем, переходим в игру, нажимаем Play, и вот мы видим, что у нас что-то, что-то неплохое вырисовывается, но у нас как-то, обводка очень сильно портит наш вот этот текст, поэтому давайте я еще раз перейду в Moon and Fire, так, давайте, в общем-то, вот это вот мы поставим с вами, пусть будет, пусть будет пятерка, потому что как-то обводка у нас уж слишком какая-то, давайте запускаем, да, в принципе, более-менее, все, кнопочки у нас, ну, более-менее нажимаемые, все хорошо, все в порядке, поэтому, в следующем видео мы с вами займемся уже непосредственно визуалом, то есть мы с вами настроим, получается, какие-нибудь там, не знаю, как-нибудь красиво оформим наш вот этот вот, название нашей игры, шрифт, сделаем, дальше вот этих с кнопочками поработаем, то есть тоже им добавим какой-то, какого-то эффекта, когда мы наводим мышкой и так далее, то есть в следующее видео это будет чисто такая вот визуальная вещь, и после этого мы, естественно, потом продолжим дальше настраивать виджеты, потому что работы у нас, ну, довольно много, поэтому на этом у меня все, друзья, в следующем видео мы с вами увидимся, не забывайте подписываться на канал, напоминаю про закрытый телеграм-чат, также про два дополнительных видео урока, которых не будет на ютубе, все, в общем-то, внизу в описании по данным видео, до новых встреч!